Что происходит в Киеве, мы ощутили на степе. Дело в том, что многие не говорят, что шахтерам начали задерживать зарплату. Шахтеры получили по частям, ели-ели за январь месяц. Медики и учителя получили 50%. И вот это способствует не только то, что творится в Киеве, вот это способствует тому, что нас будет в Киеве. Я хочу сказать, что не только в Луганске, вот вчера проходил митинг в поддержку сотрудничества с Россией, но и во всех городах Луганской области. Я сама жительница Красного Луча, и у нас на площадь вышло более 2000 человек. Требования люди выдвигают разные. Во-первых, это, чтобы провели референдум по поводу то ли федерализации, то ли, чтобы мы могли выбрать народ Луганщины, выбрать Донбасса, выбрать своих депутатов, чтобы у нас был свой кабинет министров, и чтобы мы здесь могли решать сами вопросы. Во-вторых, мы категорически против вступления в ЕС. Мы за таможенный союз и социальничество с Россией. В-третьих, нас возмущает, как это так, что нас не слышат и наше мнение не воспринимается. В-четвертых, нас возмутило то, что нам, как лозунги Майдана были какие? В-третьих, власть народу. Сейчас нас преследуют, милиция преследует, СБУ преследует. А можно ось тут попросить докладнейше, как сами преследуют? От вы говорите, что милиция преследует. В чом это полягает? Ну потому что на людей, которые выступают в площади, обращают внимание и интересуются им СБУ, и прокуратура интересуются, откуда они расспрашивают. И дело в том, что вот вчера мы лично были на митинге в Луганске, нагнали со всех городов и концов пилиционеров. Было очень много, и в Улраде было много. И по улицам они прям колоннами ходили. То есть, получается, киевская власть наступает на те же самые грабли, что и наступала законная власть, которая была у нас, в Украине. То есть, огородились войсками, и нас никто не слышит, но мы как бы не собираемся сдаваться. Мы собираемся выходить на митинг. Выходят, и дело в том, что вот многие, как телевидение, рассказывают, что приезжие из России. Но как бы вы понимаете, что на таможнях тогда должны люди идти эшелонами с России, чтобы организовать вот такие митинги. Потому что выходят тысячи. У нас уже выходят и шахтеры, и учителя, медики. Они уже, ну, ощутили мы на себе, нет зарплаты. То есть, нам стабильно, вот я же на шахтера, я могу точно вам сказать, что мы получали стабильную зарплату до Майдана. У нас был аванс и получка. Спасибо большое, Олена Хряпина, наша глядачка из Луганск, была с нами на прямом связке. Спасибо за активную гражданскую позицию, что вы включаете и выступаете здесь. Бачите, тут вас ціла Украина может чути, представники влады так же, те, кто смотрит канал 112 Украина, а тут действительно место для коммуникации и разных частин украинского суспільства. Ну, а мы идем далее.